Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики страниц Надежды Петровны Ламановой, Facebook и Виртуального музея Надежды Ламановой. С вами вновь я, Вера Радвила, прокуратор Виртуального музея Надежды Петровны Ламановой. Сегодня мы продолжаем наш цикл староновогодних лекций о Надежде Петровне. Первую лекцию мы провели в пятницу, в Старый Новый год, и она была посвящена теме о том, как же правильно произносить фамилию Надежды Петровны, как правильно ставить ударение. Сегодня мы побеседуем с вами еще на одну лингвистическую тему о том, кто же такая моделистка. Дело в том, что когда я год назад опубликовала свою первую статью Надежде Петровне о забытое имя русской моды, я уже тогда столкнулась с тем, что у людей этот термин моделистка или моделист вызывает непонимание. Поэтому я посчитала нужным подготовить определенный разъясняющий материал, лекцию, который бы помог разобраться в истории, происхождении этого слова, его пути развития в русском языке. И сейчас мы обратимся на наши экраны, где мы сможем увидеть презентацию, подготовленную мной об этом слове. Итак, слов моделистка упоминается в творческой автобиографии Надежды Петровны Ламановой, которая была написана ей в 30-е годы, во времена уже работы в Московском художественном театре. Надежда Петровна пишет, что с 1884 по 1885 годы, в самом начале ее карьеры, она работала в мастерской Вальткевич по найму как моделист. Что же это за слово? Откуда оно произошло и как оказалось в русском языке? Моделист или моделистка в русском языке женский род образуется с помощью прибавления суффиксака и окончания женского рода. Произошло от французского слова моделист. Сейчас мы обратимся к толковому словарю французского языка на рус. Этот словарь толковый предлагает два значения термина моделист в области моды. Во-первых, это креатер де модель дэнзу мезон дэоткутюр, то есть человек, который создает модели одежды в доме высокой моды. Либо это персон, ки креэле продути дэнвэтмен дэпре дэссан дэнстилист, то есть человек, кто создает опытные образцы предметов одежды по эскизу художника или стилиста. Дело в том, что с развитием моды и портновского ремесла во Франции у кутюрье возникла потребность разделять ремесло от искусства. Дело в том, что в какой-то определенный момент они уже перестали быть ремесленниками и перешли в рамк художников. И для того, чтобы подчеркнуть вот эту художественную направленность своей деятельности, был введен еще один термин моделист, который обозначал как раз-таки деятельность человека, создающего творческой работой модели одежды. Все же нужно понимать, что русский язык, да и любой другой язык, являются, они не находятся в стадии стагнации. Как все языки, можно даже сказать, что язык это как живой организм, который постоянно находится в стадии революции, эволюционирует, изменяется, какие-то слова устаревают, выходят из употребления, другие слова напротив входят в употребление, например, заинствуются из других языков, и создаются новые термины. Собственная история слова моделист, вернее его значение в области моды, претерпела некоторые изменения в русском языке. И если мы обратимся в толковые слова русского языка сегодня, то там предлагается следующее значение – специалист по изготовлению моделей, уменьшенных под пичевой либо, например, кораблей, самолетов, ну и так далее. То есть это более уже техническое значение, не относящееся к моде. Что же произошло именно с тем значением слова моделист, которое относится к моде? А вот что. Слово моделист в значении своем модном стало архаизмом. То есть архаизм – это слова, которые с течением времени уходят из употребления в силу того, что их заменяют их синонимы. Синонимом слова моделист, которое сегодня является лексической нормой, является слово модельер. Ну и теперь немного поговорим об истории происхождения этого слова, как оно вошло в русский язык. Несмотря на типичный французский суффлекс «ех», который употребляется во французских именах существительных, обозначающих род деятельности, во французском языке слова модельер нет. Откуда же тогда оно попало в русский язык? Здесь можно предложить две, так сказать, гипотезы, объясняющие развитие слова модельер в русском языке. Но всем нам известно, что в 20-м языке большую роль и большое влияние на русский язык касал немецкий язык. В немецком языке есть слово модельер, которое обозначает как в русском, так и в русском языке слово модельер. Возможно, именно из немецкого это слово пришло в русский, но только с той разницей, что было утеряно его окончание и осталось модельер. Второй вариант, это касается все того же французского слова моделист, но возможно, что в русском языке, уже в русском языке, в заимственном слове суффикс французский и икст был заменен на французский слух и суффикс ел. И так получилось слово модельер. Все же еще важно отметить и путь развития слова моделист во французском языке сегодня. Дело в том, что так получилось, что и во французском языке это слово стало архаизм. Оно было заменено другим словосочетанием, которое звучит как «гран кутюрье» или «гран кутюрьер». Дословный перевод этого выражения на русский язык звучит как «великий парт-мы» или «великая парт-миха». Сегодня этим термином называют всех выдающихся парт-мих, не только французских, но и зарубежных, например, Поле Пуаре, Кристиан Тио, Жан Ламвен и многие другие. Но все же слово моделист по своему первому значению, особенно в русском языке, мне кажется, наиболее емко описывает то, что создала деятельность Надежды Петровны, ее творческую деятельность. Потому как, во-первых, она действительно создавала модели для своего дома высокой моды, для своего дома кутюр, а также уже в советское время, во времена работы в театрах, она создавала костюмы по эскизам художников. Например, слева, справа, пардон, мы видим фотографию костюма графини Альма Лива в постановке «Безумный день» или «Женизьба Фигара», эскиз этого костюма был создан художником Головины. На этом наша лекция, касающаяся истории слова моделист и слова моделье в русском языке, заканчивается. Теперь я хочу перейти к ответам на вопросы, которые задавали нам наши слушатели, подписчики и читатели. От нашей подписчицы Марии мы получили вопрос о том, сохранились ли на киностудии Мосфим какие-то костюмы Любови Орловой к фильму «Цирк», который создавала Надежда Петровна Лаванова. А также известно ли что-то о том, была ли Любовь Оргова к клиенту Надежды Петровны. Что касается костюмов к кинофильму «Цирк», пока что я не могу дать ответ на этот вопрос. Дело в том, что я не узнавала о том, сохранились ли эти костюмы. Нужно делать запрос на киностудию Мосфим. Я думаю, что, конечно, шансы, что они могли сохраниться, какие-то есть, хоть фильм был снят и до войны, может быть, что-то могло остаться. Что касается гардероба Любови Петровны Орловой, то здесь дело обстоит несколько сложнее. Дело в том, что подтверждение тому, была ли Любовь Орлова к клиенту Надежды Петровны, нужно искать в основном архивных каких-то дневниковых записях и других, может быть, документ отличного происхождения. К сожалению, среди документов и переписки Надежды Петровны каких-либо упоминаний Орлова не встречается. Что же касается архива самой Любови Петровны и ее мужа Григория Васильевича Александрова, то здесь, ну скажем, существуют различные версии о том, сохранился ли этот архив. Ну не то, чтобы он сохранился, но в каком объеме сохранился. Дело в том, что я изучила материалы, связанные с этим архивом и нашла следующую информацию. Так, в новостном портале «Семь дней» в феврале 2016 года появилась статья автора Анжелики Пахововой, в которой она приводит, ну автор статьи приводит слова киноведа и близкого друга Читы Орловых Александровых Глеба Скроходова. Он рассказывает, что вся почта от Галины Петровны, от Орловой, хранилась у Александрова по разделам. В особой папке Александров хранил ее письма, телеграммы, вообще всю их переписку, шутливую, любовную. Когда Орловой не стало, Александров снова женился на колене Крылова, вдове своего сына от первого брака. И тут же после смерти Александрова пришел к Глебу Скроходову его внук Григорий тоже и сказал, Глеб Анатольевич, пусть это будет у вас, у вас-то не получится храниться. Посмотрел я на жалкие остатки, где же все. Понимаете, Галя решила, что вот она жена, то есть третья жена Александрова, и уничтожила все, что касалось переписки Александрова с Орловой. Этих папок больше нет. Все же в другом материале, рассказывающем о даче Любови Орловой, я встретила еще другую информацию, несколько противоречащую тому, что приведено в первой статье. Дело в том, что неоднократно дача Орловой, уже будучи во владении внука Александрова Григория, сдавалась для различных съемок, и режиссер и продюсер Юрий Грымов, который арендовал эту сдачу, рассказывал следующую историю. В перерывах между съемками, любопытство ради, стал смотреть на хлам, который повсюду валялся в мешках. Оказалось, там было множество фотографий Орлова и Александрова, ее снимки из путешествий. Помню, было фото с Чаплином, с Пикассо, письма, записки, воспоминания. Я, правда, читал дневниковые записи Александрова. Он же был как эбэшный человек и описывал каждый день проведенные в творческих поездках за границей. Кто куда пошел, с кем и так далее. Фактически в мешках был свален семейный архив. Хранился он ужасно, просто в мешках для мусора. Часть письма и фотографий порвалась. Совесть не позволила мне что-то прихватить, но было очевидно, никому эти бумаги не нужны. Между тем подлинно известно, что какую-то часть из сохранившегося, может быть, чудом архива, а также дачу Орловой, приобрел известный адвокат Александр Добровинский, друг детства, внук Александра Григория. Все же не говорится, в каком объеме он приобрел этот архив. В 2014 году вышла книга «Моя жена Любовь Орлова. Переписка на летове ножа». Несмотря что Григорий Васильевич уже полумертв, книга была именно издана за его авторством, поскольку, видимо, он был адресат и получатель писем, приведенных там. И среди этих писем никаких упоминаний Надежды Петровны, к сожалению, тоже не встречается. То есть сложно сказать о том, была ли действительно Любовь Орлова клиенткой Надежды Петровны. Что же касается ее гардиоба, то действительно, да, его постигла очень печальная участь. Александр Александрович Васильев рассказывал, что после смерти Орлова, а вероятно уже скорее после смерти Александрова, наследники просто все выкинули на мусорку и фактически ничего не уцелело. Сам Александр Александрович как-то в сети встретил случайный материал, где человек писал, что якобы, ну не то чтобы проходил, он просто оказался в этот момент поблизости и смог спасти какие-то коробки со шляпами, принадлежавшие Орловой. И на этих коробках, которые он выставил с фотографиями, на фотографиях действительно была написана Любовь Орлова. Но насколько это действительно так, правда ли это, сложно утверждать. И печально, если такая участь действительно постигла гардероб Любови Петровны, потому что он был роскошен, она очень любила моду и роскошь даже, скажем, не в советском, а в западном понимании. И я думаю, что, конечно, в каком-то смысле она могла быть клиенткой Надежды Петровны. Но, увы, пока что подтверждений этому, как я говорю, архивных не нашлось. Но мы будем работать над этим, может быть, нам удастся что-то еще выяснить. Спасибо. Сейчас мы посмотрим, может быть, поступили какие-то или дополнительные вопросы от наших подписчиков. Вот, я смотрю, что пока что вопросов не наблюдается. Вот, мы немного подождем. Спасибо. 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 Ну, пока что комментарии не поступило. Поэтому, наверное, на этом сегодня нашу мини-лекцию мы завершим. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, кто слушал. Мы обязательно встретимся вскоре еще и продолжим наш курс Старой Новогодней. Благодарю еще раз за внимание. С вами была Вера Радовила. До свидания.